добрый день всем кто зашел в гости на мой канал рада вас приветствовать сегодня вам хочу показать вот такую фиалочку это сорт ле алиса пестролистная розетка стандарт ровненькая аккуратненькая не требующая никакой формировки вот такие вот красивые анютки с таким глазочком внутри цветочка сорт ле алиса в уходе достаточно прост вокруг этой фиалочки не надо никаких танцев с бубнами или алиса относится к тем сортам которые способны цвести 9 месяцев в году и всего лишь три отдыхать при всем при этом цветет этот сорт всегда шапочкой вот эта розетка у меня с первым цветением после переукоренения я глаза стеки такие вот не очень люблю но ли алиса у меня в коллекции уже давно есть еще ли владимир зацветет я вам его обязательно покажу тоже очень красивые достойный сорт так там у меня энкалилон лила зацветает вот только начали раскрываться цветы очень махровые цветы красивый тоже сорт сейчас листик он уберу и розеточка аккуратненько здесь у меня мои бегонии вот так уже вот выросли после пересадки такая вот красота там у меня зацветает ленуар тоже после переукоренения это пестролистный сорт но что-то у меня пестролистность пока не появляется как вот она летом пропала в жару и до сих пор не восстановилась еще здесь а вы сова скоро зацветет смотрите какие красивые бегонии люблю обожаю скоро буду размножать вот это вот вообще моя любимая так сейчас покажу листик какой поближе красота так здесь у меня еще не зацветает ничего это вот трейлер элонг трейл это настя мне присылала скоро будут зацветать там бутончики уже есть здесь лейлона вот такой вот один цветочек на розеточке ну там она еще будет зацветать листочков маловато в общем то потому что я уже укоренила этот сорт и розеточку ободрала здесь продолжает цвести лег хрустальный водопад gold это трейлер фиалочка посмотрите какая красивая зелененькие листики такие с интересной пестролистностью вот так там янка приз я вам его уже показывала так здесь линейка вот так цветет красоточка так ну да и сияющий колокольчик я вам тоже уже показывала лимон сын мишель розеточку нужно переукоренять пока нет времени но и думаю пусть цветет так там у меня дженнис дэлайт химера будет зацветать скоро это тоже дженнис дэлайт которую я выращивала с цветоноса на что-то по ней пошла вот такая вот спонтанная пестролистность не знаю буду смотреть буду наблюдать сегодня вот пересадила такой вот горшочек на фитиль еще не стану со 100 граммового стаканчика в девятку переселили эту фиалочку сегодня мы сыном так ну а здесь у меня фиалочки под новой лампой некоторые чувствуют себя отлично цветут и все им нравится вот а некоторые сорта вот так вот подпалили листики это ожог это пересвет надо убирать ту фиалочку отсюда так здесь у меня ли инга будет зацветать скоро а вот ли владимир сорт тоже с бутончиками как зацветет покажу так здесь менюшки это роб сплайт скирт вот такая вот пестролистная розеточка кроновая пестролистность вот такие анютки фантазийные цветение мне как-то сами цветочки окрас не очень нравится но розетка красивая это полу мини здесь у меня тоже зарубежный сорт посмотрим как называется вот такой вот это мне ира присылала детку вот тоже зацвел красивые такие цветочки нравится розеточка под вот этой моей новой лампой тоже видите что не требует этот сорт освещение какого-то там суперского убирать в общем-то отсюда нужно так здесь у меня эска афродита за цвета но это уже цветет не знаю уже наверно месяца два цветет розеточка а вот эска афродита только начинает зацветать в общем то две розетки так что у меня здесь здесь у меня янка тюша после переукоренения начинает зацветать тоже такой вот сортик с такой пестролистностью очень много бутончиков пасынки там у нас есть так здесь еще ничего не цветет это зарубежным какой-то сорт это ира мне тоже присылала с канала путь цветущей фиалки блогер здесь ванила trail выпустила бутончики жду под цветет и потом вот эту вот верхушечку сниму там есть вот две точки роста 1 и 2 в общем то вот эту сниму коренью здесь будет расти в две розеточки попробую сформировать красивым кустиком так ну в принципе показала вам считай что три полочки не все конечно еще цветет вот здесь некоторые фиалочки это новинки вот это ли софия ли софья софия пестролистность вот начала появляться скоро зацветет это с новых сортов у меня здесь у меня после переукоренения ег зависть богов стоит вот джорджия додоян тоже после после переукоренения в этом году она у меня не зацвела жара помешала в общем то так здесь у меня химерка на таком вот пенечки пасынкой кино растила это мини вот существует такое мнение что для того чтобы нарастить пасынки на пенечки нужно оставлять пенечек с листиками вот я у меня так получилось что остался один пенечек без листика и несмотря на на это все равно этот пенечек дал вот сколько много пасынков вы сейчас скоро туда-сюда их нужно будет снимать и укоренять так здесь риорита он риорита тоже скоро будут зацветать ей здесь под этой лампой нравится хорошо себя чувствует салек черная жемчужина не очень нравится ей под этой лампой сильная видимо так там аваричная фея тоже скоро будет зацветать здесь ек рыжий кот пока еще не цветет так это дженнис дэлайт цветонос один единственный вот он у меня остался на фитиле не знаю когда там вырастет пасынок но растет не пропадает так и сейчас я вам еще покажу вот фаворит вот такая вот красивая фиалочка любит цвести этот сорт но в этом сорте есть минус рыхлая розетка вот такая не знаю как ее нарастить чтобы ее нарастить розеточку чтобы она не лысая такая была нужна этой фиалки не давать свести ну что-то у меня рука не поднимается в этот раз оборвать цветы думаю ладно пусть чуть-чуть по цветет здесь такие цветы они вот как бы полу колокольчики я бы сказала и в этот раз маловато фэнтези почему-то ну так вроде по сорту так а сейчас я вам хочу показать вообще ради чего я начала снимать это видео что-то залезла на полку и решила вам много чего показать литуанику кто смотрел мое видео как я высаживала три детки в одно кашпо вот с тех пор прошло наверное месяца два может три где-то так это летом наверное еще было вот так вот мы выросли здесь три розетки раз два три и скоро будем зацветать так а это литуаника начала уже цвести в одну розеточку вот в таком горшочке не цвела сильно пасынковалась эта розетка в общем-то почистила пасынки и сразу зацвела . тоже этот сорт многие говорят что он в уходе капризный 0 я бы не сказала что литуаника капризно любит хорошее освещение вот у меня до этого этот сорт у меня вообще уже около четырех лет где-то так и и всегда только на подоконнике розетка была вот такая вот ровненькая на стеллаже это руки вверх вот ну под новой моей лампой вот этой вот сильной литуаники очень даже нравится никаких руки вверх в общем-то все замечательно все хорошо так но здесь мы только собираемся зацветать очень много бутонов кашпо вот это я что-то думаю что маловато для 3 3 розеток вот и я купила вот такой вот кашпо хотела я перевалить эту красоту новое кашпо вот не получилось у меня потому что вот это кашпо не пластиковая но вернее это пластик на пластик твердый и я побоялась что поврежу корневую систему вот потому что достать без проблем с такого жесткого пластика и перевалить как бы сложновато вот но что я сделаю с этой частот она процветет вот я сниму здесь три верхушки раз-два-три эти три верхушки укореню вот в этом красивом специально для трейлеров купила вот буду пробовать выращивать заново а здесь останется останутся пенечки с пасынками ну это же по идее должен получиться пышный кустик со временем вот такие вот у меня планы и здесь вот наверно можно сказать что вот ну очень чешутся руки пересадить вот эти три розетки в новое кашпо даже вплоть до того что я подумывала разрезать вот это кашпо но сдерживаю себя думаю ладно изо всех сил держусь вот так вот так на этом наверное я буду заканчивать свое видео обязательно пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь всем всего доброго до свидания